Привет, друзья! Меня зовут Долгов Михаил, и тема сегодняшнего урока Человек против машины или без метронома у меня лучше получается. Итак, с чего начнём? У многих музыкантов, начинающих и не только, есть проблема с тем, что играть с метрономом трудно, неудобно. Многие люди опасаются играть с ним, и в некоторых ситуациях, если у вас действительно плохо получается с ним играть, не мучайте себя ни к чему. Играйте без метронома, получаете удовольствие. Но все же время сейчас такое, что очень много приходится играть с метрономом, с секвенсорами, с синтезаторами. И, несомненно, музыкант, который умеет хорошо играть с метрономом, чувствует себя намного увереннее, чем тот музыкант, который с ним играть не умеет. Давайте разбираться. В этом нам поможет ритмический язык канакол. В прошлом уроке я об этом рассказывал, можете посмотреть по ссылочке, по ссылочке там или там. Пять ритма слов. Пятерка дады ги на дум, четверка така дыми, тройка таки та, двойка така, единица та. Но теперь попробуем использовать эти слова с метрономом. Для чего? Для того, чтобы синхронизировать нашу речь и нашу мысль с неким абсолютным ритмом. У меня сейчас там наушники не просто так. Там у меня в темпе 128 нотами метроном отбивает мне голову. Вот попробую донести этот метроном до вас тоже. Что я буду делать? Сейчас я постараюсь, насколько могу четко и ритмично проговаривать эти ритмы слова вместе с метрономом. Для чего? чтобы научиться синхронизировать свой несовершенный ритм с совершенным ритмом компьютера. пробуем. Три-четыре. Дады ги на дум. Дады ги на дум. Дады ги на дум. Гуд. Я стараюсь проговаривать слоги как можно короче, чтобы голос мой был похож на звуки метронома. Очень кратко, чтобы я мог послушать расстояние между ударами. Дады ги на дум. Дады ги на дум. То же самое с четверкой. Та-ка-ди-ми. Троечка. Та-ки-та. Та-ки-та. Двойка. Та-ка-та-та-та-та-ка. И единица. Та-та-та-та-та. Что я делаю? Я проговариваю эти слова, и приоритет, направление мысли такой. Сперва я должен внимательно слушать метроном. То есть, если я уверен в том, что я слышу метроном, я начинаю проговаривать. Я учусь взаимодействовать. Это будет метроном. Потом это будут живые музыканты. То есть, я учусь слышать. И если я действительно понимаю, что я хорошо слышу метроном, здесь важен такой момент. Если вы играете на барабанах, верно подобранный тембр метронома тоже вам поможет. Потому что, например, если вы используете звук палочек в качестве метронома, звуки барабанов вашей игры, скорее всего, будут по тембру совпадать с этим звуком. Я предпочитаю звук электронный, так называемый бип-саунд. Он пронзительный, он пробивает голову настолько, что очень сложно потом заснуть. В общем, метроном нужно подобрать таким образом, звук метронома, чтобы вам было его всегда слышно, даже на небольшой громкости. Чтобы тембр метронома не совпадал с тембром ваших барабанов, если вы играете на барабанах. Если вы басист, гитарист, вокалист, все намного проще. Подбирайте звуки, просто которые вам нравятся. Вы в любом случае их хорошо будете слышать. Итак, продолжаем. Вот мы научились четко проговаривать эти звуки вместе с метрономом. Отлично! Теперь начнем издавать звуки на инструменте. Мы сейчас не будем играть на каждый звук, на каждую пятерку, каждую четверку, тройку или двойку. Мы будем барабанить только лишь на первый слог каждого ритма слова. То есть дады ги на дум. Да, совпадает с метрономом. Все остальные слоги мы проговариваем, при этом внимательно слушаем. Все остальные удары метронома мы должны совпадать. Что получается? Мы делаем первый звук, мы наносим первый удар, неважно в какой барабан, дергаем струну. А остальные слоги пустые, которые мы не играем, не барабаним, в этот момент, даже если мы выйдем немножечко из ритма, мы будем иметь возможность синхронизироваться с этим темпом. И цель не в том, чтобы развить некое идеальное чувство ритма, и чтобы играть всегда ритмично, хотя нет, цель именно такая, но так не бывает. Это фантастические вымышленные персонажи, хотя я могу ошибаться. Так вот, смысл в том, чтобы быстро корректировать свой ритм, если мы сбились, если мы съехали с темпа так называемое. Окей, то есть цель в том, чтобы научиться быстро слышать и корректировать свой ритм. Пробуем. Итак, что я буду делать? Я сейчас буду просто бить в один барабан, в малый барабан, буду ударять только на первый слог и внимательно слушать остальные звуки метронома, с которыми должен совпасть мой голос. Начну с пятёрки. Три-че-ты-ре. Ди-ги-на-дум. 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 То есть фактически я своим языком пытаюсь попасть себе в ухо, а ухо в этот момент слушает метроном. Двигаемся дальше. Четвёрка. Три-че-ты-ре. Та-ди-ми. 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 Почти попал. Троечка. Три-че-ты-ре. И-та-ди-та-ди-та-ди-та-ди-та-ди-та-ди-та-двойка. Три-че-ты-ре. И вот она единица. Единица будет совпадать с каждым звуком. Три-че-ты-ре. И тут что получится? Если всё верно, то ваши удары будут настолько совпадать со звуками метронома, что вы практически метроном не услышите. Это значит, что всё правильно, всё верно вы делаете. Если вы барабаня единицы на каждый слог, вдруг отчётливо слышите метроном, значит, скорее всего, вы немножечко с ним разошлись. Так, теперь попробуем соединить всю последовательность 5-4-3-2-1 под метроном. Первый слог совпадает, остальные не совпадают. В момент проговаривания остальных слогов я синхронизирую своё чувство ритма, синхронизирую свой ритм с метрономом. Поехали. Три-четыре. Ещё раз. Три-четыре. Теперь увеличим до двух цифр 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1. То же самое. Три-четыре. Ну почти получилось. Ещё разок. Три-четыре. Вот такое незатейливое упражнение поможет научиться слушать метроном. То есть в тот момент, когда мы не играем, в этот момент мы слушаем. То есть мы должны научиться цепляться за любое проявление ритма при условии, что тот источник темпа, тот источник ритма, который вы слушаете, будет ритмичным. Это значит, что и ваше время, которое вы подстраиваете под этот источник ритма, будет ритмичным тоже. Что происходит на концерте, когда люди играют живьём? Если вы замечательные музыканты, если вы занимаетесь с метрономом, тренируете своё чувство времени и при этом вы умеете слушать друг друга, то играя вместе, вы будете получать огромное удовольствие и ваш ритм, ритм вашей группы будет звучать как единое целое. Вы будете грувить, качать, будете звучать уверенно, убедительно и люди будут хотеть под вас танцевать, двигаться и всё, что угодно, остальное другое делать. Вот. Если происходит ситуация, что при наличии, например, трёх классных музыкантов, один музыкант начинающий, он ещё недостаточно хорошо и уверенно и ритмично играет в своей партии, может произойти следующее. Один этот музыкант может развалить всю группу. Что происходит? Так как я приучил себя слушать внимательно другого музыканта, я слушаю каждого музыканта. И тот музыкант, который играет неритмично, он будет вызывать во мне желание играть неритмично. Вернее, не то чтобы желание. То есть так получится, что я, слушая его, буду играть так же неровно, как и он. Вот. Поэтому что происходит? Очень часто даже новички, не умеющие играть с метрономом, но умеющие слушать друг друга, и в итоге их игра, игра их группы будет кривой, неритмичной, но она будет грубовой и качёвой, потому что изменения по темпу они будут делать вместе. То есть, допустим, Вася увеличил темп, Вася гитарист. Серёжа барабанщик послушал Васю гитариста, или Петью, или кого-то там, и тоже увеличил темп. Вокалист тоже хороший человек, послушал музыкантов, его темп тоже увеличился. То есть вся группа вместе увеличила темп. Это прекрасно. Но если, например, три музыканта держат уверенно темп, никуда не двигаются, они играют хорошо. Но, например, клавишник выбился из темпа, убежал куда-то, звучать это будет как какая-то какафония. То есть один музыкант, играя неритмично, развалит звучание всей группы. В общем, идея в том, чтобы у всех музыкантов в коллективе было единое ритмическое мышление. Конокол в этом смысле прекрасное, прям практически это сверхоружие, это лекарство от всех ритмических болезней. или для всех ритмических болезней. Нет, от всех ритмических болезней лекарство Конокол. Метроном плюс Конокол, и вы сможете победить себя. Ну, вкратце, примерно так. Что с этим делать на практике? Вы бас-гитарист, например, да? Также используете эти слова. Включаете метроном с той же частотой слогов с той же частотой, слогов, которые вы будете проговаривать. Примерно так. Темп не важен. Темп необходимо подобрать таким образом, чтобы вы уверенно проговаривали эти слова вместе с метрономом. Слушайте метроном, проговаривайте. И, например, три-три-два. Та-ки-та. Та-ки-та. Та-ка. Та-ки-та. Та-ки-та. Та-ка. Играете гаммы, играете упражнения. В общем, у каждого музыканта есть над чем поработать, используя ритмический язык Конокол. На барабанах что с этим делать? Можно взять какую-то последовательность этих цифр. Возьмем ту же самую. Три-три-два. И будем просто рандомно играть по установке и проговаривать эти слова. Три-четыре. И-та. 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 То есть что я делаю? Я слышу метроном, я знаю, куда наносить первый удар. а те звуки, которые я не играю, в этот момент я слушаю внимательно метроном. Собственно, вот такая вот рекомендация. Возможно, она вам поможет, я уверен, точно поможет. Если вам было интересно, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Если вам понравилось, не понравилось, тоже пишите. Ну и до новых встреч! С вами был Голгов Михаил. Всего доброго!